Я с такой радостью сейчас поделюсь этим рецептом. Это настоящее азиатское блюдо с азиатским соусом. А научила его меня готовить моя подруга, которая живет в Китае. А у них стир-фрай, а это именно стир-фрай из куриных потрошков. Это одно из самых распространенных блюд. Для блюда стир-фрай вам понадобятся куриные сердечки, куриные желудочки, куриная печень, болгарский перец красный, лук, обжаренный кунжут белый, растительное масло, соевый соус, сахар, крахмал, черный молотый перец, чеснок, корень имбиря и вода. Ставим две сковороды на большой огонь. По одной столовой ложке растительного масла в каждую из них и пусть накалится. А тем временем, Женечка, возьми, пожалуйста, потрошки из холодильника. Мы используем три вида потрошков. Желудочки, сердца и печень. Я заранее все почистила, чтобы мы не тратили время. Нам понадобится по 200 граммов всего. Итак, пока еще греется сковорода, Жень, ты будешь следить за тем, как она греется, чтобы положить желудочки? Конечно. А мы будем готовить овощи. Ты чистишь и режешь лук, возьми, пожалуйста. Одна луковица, которую мы нарежем четверть кольцами толщиной 5 миллиметров, и болгарский перец соломкой тоже миллиметров 5. Отправляю 200 граммов желудочков куриных, и мы будем обжаривать их в течение пяти минут. Сковорода должна прям зашипеть, зашипеть. Подай мне, пожалуйста, две шпажки. Да, не ожидала. Ты будешь размешивать? Да, они же так делают. Очень много в китайских ресторанах они готовят именно вот так, мешают шпажками. Намного удобнее. А не китайскими палочками? Китайскими палочками, да, китайскими шпажками. Катюша будет закладывать овощи. Первым делом лук. Минутки-две пусть поджарится лук, тоже на большом огне, помешивая. А тем временем нужно почистить еще чеснок и имбирь. Что ты хочешь, Женька? Я хочу имбирь. Три сантиметра имбиря. Катюша добавляет перец. Поехали, Катюша, давай. Умничка. А ты добавляешь... Печень? Сердечки. Имбирь почищен. Как его нарезать? Очень-очень тонкой соломкой ты сможешь. Третья составляющая этого блюда – соус. Нам понадобится одна чайная ложка крахмала, лучше кукурузный. Крахмал нужно разбавить для того, чтобы в соусе не образовывались комочки. Чайная ложка крахмала, две чайные ложки воды. Наденька, уже прошло, наверное, еще время. Могу добавлять печень. Золотые слова, самое время добавить печень. Пять минут желудочки. Затем следующие пять минут вместе с сердцами и следующие пять минут с печенью. Так, соус есть. Четыре столовые ложки соуса. Четыре столовые ложки сахара. Пол чайной ложки черного молотого перца. И теперь ты смешиваешь разведенный тобою крахмал. Он уже развелся. Он ушел в другой. И вот эти ингредиенты. И получается соус. Разведенный крахмал. Женечка, я даю тебе. Что это? Для овощей. Измельченный чеснок и туда же имбирь. Итак, очень вкусно пахнет имбирь с чесночком. Вот там вот ням-ням-ням. Потрашки готовы. Почти. Туда закладываем овощи. Заливаем все это соусом. И готовим еще буквально 3-5 минут. У, подаплодисменты. Оп. Гоу, гоу, гоу. Молодец. Перемешивай. Ой, пахнет. И заливаем соусом. Смотрите, какие чудеса. Прям Азия. Катюша. Да. Я знаю, что ты любишь путешествовать. Какое самое яркое впечатление от путешествий у тебя? На Бали. Пляжи. Это все прекрасно. Все красиво. Водичка. Но я, когда ехала, я не думала, что меня там будет ждать вот такая красота. То есть это джунгли. Это нереально красиво. Вот эти водопадики. Вот это все. Оно не искусственное. Это все природное. Можно покупаться. Тичь по воде. Ну, в общем, это вообще. А тем временем блюдо уже готово. Да. Выкладывай на блюдо. А я вам пока раскрою еще один секрет этого блюда. Столовая ложка жареного конжута. Он придаст необыкновенный колорит, аромат и вкус. Приятного аппетита. Боже, я тебе. Надо. Это настоящий серфрай. Я хочу это приготовить. Скажи. Мне просто очень нравится, как сочетается имбирь, чесночок с лучочком, с перчиком. Это все в этом сладком соусе. Мне очень нравится азиатская кухня. Я так довольна, что вам понравилось. Это наслаждение. Так, девочки, хватит кушать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!